В области из 367 населенных пунктов лишь 67% обеспечены высокоскоростным интернетом. Оптоволоконная связь присутствует в 199 населенных пунктах, что составляет около 54%. Для полного улучшения связи в школах до 2027 года потребуется более 2 миллиардов тенге. Это не единственная проблема. В регионе в этом году планируется строительство 34 современных спортивных площадок, но до сегодняшнего дня завершено только 7. Половина года прошла, и возникает вопрос, будет ли план выполнен. Сегодня на аппаратном совещании глава областной администрации задал вопрос ответственным специалистам о проводимых работах. В 50 населенных пунктах области доступен только 2G-интернет. В 172 населенных пунктах связи вообще нет. В рамках национального проекта «Доступный интернет» в 2023-2024 годах три подрядные компании должны были обеспечить качественную мобильную связь в 180 населенных пунктах. Однако план был выполнен только в 72 селах. Компания Mobile Telecom Service запланировала установить базовые интернет-станции 4G в 69 населенных пунктах. На сегодняшний день завершены работы в 18 населенных пунктах. Акционерное общество KSL в соответствии с графиком работ на 2023-2024 годы завершило установку в 26 населенных пунктах из 51. То Картел компания Beeline провела работу в 28 населенных пунктах из 61. В прошлом году Управление цифровых технологий наложило на операторов связи штрафы в размере 77 миллионов тенге за некачественный интернет. Это касалось 19 случаев, из которых 11 приходились на город Тарас. О ситуации в текущем году четкого ответа не последовало. Сегодняшний день установлены и подключены 72 станции. Завершится ли работа в текущем году? Эти работы завершим. В соответствии с разработанной дорожной картой операторы указали 2023-2025 годы. В 2023 году объем работы они выполнили. В этом году также выполнят и до конца 2025 года во всех населенных пунктах, в которых предусмотрено выполнение работ, появится 4G интернет. Соглашение имеется. В этом году планируется установить антенны вдоль республиканских дорог для улучшения качества интернета. Согласно докладу, Турар-Рыскуловский район отстает от графика. Там необходимо установить две антенны. Ернар Серик-Калиевич. В районе запланирована установка двух антенн. В соответствии с докладом вы отстаете от графика. Что вы скажете на этот счет? Ранее управление цифровых технологий указало нам участок. Сейчас работа по подготовке ведется. В текущем году приступим к реализации плана совмета с управлением цифровых технологий. Второй вопрос на совещании касался развития массового спорта. В регионе систематически занимаются спортом 496 тысяч человек, что составляет 40,6% от общего количества населения. Для этого в текущем году выделено 15 миллиардов тенге. Продолжение следует... Согласно плану, в этом году должно быть построено 34 современных спортивных площадки. Настало второе полугодие и на данный момент введены в эксплуатацию только 7 из них. Несмотря на такие показатели, глава управления физической культуры и спорта области заверил, что план будет выполнен. Он также отметил, что уровень обеспечения населения области спортивной инфраструктуры планируется увеличить с 64,9% до 66%. Риналь Рахматуллин, Айконакпарат.